Приветствую, меня зовут Ефремов Михаил. Недавно я на стриме заикнулся, что оптимизация это не так сложно. И это вылилось в ролик. Тема гораздо интереснее, тема глубже. Сегодня мы поговорим об инструментах, которые способны оптимизировать и ускорить некоторые рутинные задачи. Говорить мы сегодня будем про Editor Utility. Это собственноручно написанные утилиты для расширения функционала Unreal Engine. И с чего надо начать, это убедиться, что в плагинах, особенно это актуально для пятой версии Unreal, у нас включен плагин Editor Scripting Utilities. То есть это стандартный плагин. Вот так он пишется, мы его включаем, перезапускаем движок проекта, если нам это надо. И соответственно все, что нам нужно, находится во вкладочке Editor Utilities. Здесь мы видим сразу два их вида. Начнем по порядку. Editor Utility Blueprint. Здесь мы пишем Action. И у нас есть два варианта. Мы можем сделать Actor Action Utility и Asset Action Utility. То есть либо для Акторов, которые у нас уже на сцене размещены, либо для ассетов внутри контент-браузера. Начнем мы именно с ассетов. Blueprint Utility у нас. Asset Helper назовем его пока. Враняем себя. Ctrl Shift S. И посмотрим, что у него есть внутри. Собственно говоря, это у нас именно Asset Action. То есть он может работать с ассетами. Создадим свою функцию. Добавить функцию. Назовем ее как-нибудь. Generate Plot. Plots можно. И наша функция что-то будет делать. То есть так как мы работаем с ассетами, нас будет интересовать Get Select Assets. То есть взять все выбранные ассеты. Те, которые мы выделим в контент-браузере. После этого мы прогоняем их через Core Club. Core H Club. Так как мы взяли ассеты, мы не знаем их тип. Нам понадобится Cast Static Mesh. То есть в данном случае мы сейчас сделаем автоматический генератор лодов. Вот такой лоды. Поподробнее ссылку я оставлю в описании. Чтоб сейчас не тратить время. Можно будет в отдельном ролике посмотреть. Если наши ассеты Static Mesh. Дальше мы вытягиваем и делаем Set Plots. То есть у нас в целом огромный выбор доступных команд. И мы сейчас поработаем с несколькими. Остальные я просто покажу. И вот эту опцию нам надо будет создать. Но мы сделаем Split. Чтобы было чуть-чуть удобнее. Галочку снимаем. Здесь у нас будет Make Array. То есть составим наши настройки. У нас их может быть этих лодов несколько. Мы будем смотреть наверное 0.1.2. И опять же делаем Split. Split и Split. То есть что это такое? Сколько лодов создать? То есть 0 у нас имеется. 1 и 2. Трое. Можно их добавлять еще больше. Мы будем смотреть на 3. То есть 0 лод это у нас самое качественное изображение. Потом у нас 1 лод будет 0.5. И второй лод будет 0.5. То есть насколько у нас уменьшать количество треугольников от базового. И какой у нас Screen Size будет использоваться. По сути этого уже достаточно. Но мы сюда еще добавим парочку команд. Checkout. Asset. И соответственно. Покрасивее. И Save. Loaded Asset. Добавляем все это дело. Логику. И можно добавить какой-то дебаг. Вывод какого-то дебага например. То есть если у нас Cast провалился. Выводить какой-нибудь Print String. Например. То это не Static Mesh. Так и поступим сейчас. Print String. Соответственно нам никто не мешает. Также взять здесь имя например. Get Name. Чтобы было понятнее. Get. Play Name. Здесь мы можем. App End. То есть совместить несколько строк. И наше сообщение. Добавить после пробела. Можно тирешечку поставить. Пробел. Тире пробел. То есть есть у нас какой-то. Блюпринт с командой. Как нам ее использовать. Находим какой-то Static Mesh. Вот например у меня есть прекрасная ракета. Нахожу где она у меня лежит. Правой кнопкой мышки. Script Action. Generate Plots. Есть нюанс. Соответственно вот у меня материал. Правой кнопкой мыши. Script Detection. Generate Plots. То есть естественно к материалу я не могу сгенерировать лоды. Немного подправим. Не отсюда. А вот отсюда мы вытащим. Get Display Name. И соответственно у нас на экран не вывелась надпись. Но в логе все зафиксировалось. То есть можно Windows. Developer Tools. Output Плох. Вот если мы будем применять к текстуре. Generate Plots. То в output логе мы увидим, что текстурка не является Static Mesh. Так как же с этим бороться, чтобы у нас не выскачивать его где не надо. Мы как раз можем перезаписать функцию GetSport Class. И здесь отключив родительскую, выбираем Static Mesh. Static Mesh. И теперь у нас наша филета будет работать только со Static Mesh. То есть если мы попробуем уже на текстуре нажать, у нас просто здесь не будет этой менюшки. Потому что у нас нет функций пригодных для текстуры. Мы ее сделаем чуть-чуть позже. Но если же мы опять вернемся к нашей ракете, найдем ее, то у ракеты у нас появится Script Detection и Rated Plots. Видимся, что на данный момент у ракеты нет никаких лодов. Отдаляемся. Видим, лод 0 загружен. Соответственно переходим к нашему скрипту. Генерируем. У нас открывается наша же ракета. Но теперь отдаляясь от нее, мы видим, что у нас подгружаются лоды. Что же делают эти лоды? Соответственно в нашей ракете 3000 небольшим полигонов. Отдаляясь, ракета подменяется на менее детализированную модельку. 5% от базовой, как мы указали в настройках, 1800. Еще чуть дальше отлетаем. Остается у нас 1000 полигонов. Как можно заметить по самой ракете, визуально это практически незаметно. Однако мы экономим количество треугольников на сцене. То есть вот наша ракета на сцене. У нас есть специальный режим. Level of Details. Mesh. Plot Colorization. Еще раз. Вот она. Соответственно отлетает ракета, и мы видим, как у нее меняется цвет. А у площадки, на которой она стоит, не меняется. Потому что у этой площадки лодов нет. Она часть движка. А у нас она не касается. Вот таким нехитрым образом мы можем делать массовую... Создавать массовые лоды. Например, выбираем папку StarterContent, в моем случае. Выставляем фильтр на StaticMesh. Выбираем нужные StaticMesh. И для них генерируем лоды. Легко и быстро, в пару кликов. Потом легко и так же просто перебрасываем наш footprint. AssetHelper из проекта в проект. AssetAction. Migrate. Другой проект. И легко и просто получаем инструмент. Дальше. Мы можем в рамках одного editor-utility собирать несколько функций. То есть добавляя сюда еще дополнительные функции какие-то. Но у нас есть GetSupportedClass. Поэтому логично добавлять сюда только функции, связанные со StaticMesh. То есть в данном случае будет логичнее обозвать уже у нас StaticMesh. StaticMesh Helper или же Helper StaticMesh. Еще один опять же полезный для оптимизации. Мы немножко потянем время. Дадим еще один. AssetAction. StaticMesh Helper, который будет уже называться у нас BPU. FluPrint Utility. Пускай будет опять же Prefix Helper. Назовем ее тексту. А что же она будет делать? То есть в первую очередь мы у нее перезапишем GetSupportedClass. Выбираем здесь текстуру. Еще верчу запутать хочу. Нам нужна именно текстура. Compile. И создадим функцию, например, SetMaxSize. Что она будет делать? Мы скопируем часть функционала. Но у нас теперь надо будет делать каст на текстуру. Клубить каст на текстуру. Также мы сейчас посмотрим такой вариант. Если нам нет подходящей команды. То есть заранее у нас нет команды SetMaxSize. У нас нет такой команды. Но мы можем вытащить SetAVitter property. И указать название этой property вручную. Теперь нам взять название этой property. Так как мы делаем для текстуры сейчас какой-то функционал. То можно пойти поискать любую текстуру. И посмотреть на ее настройки. Меня интересует именно MaxSize. MaximumTextureSize. Ну и естественно, так как это Unreal Engine. Чтобы все не было так просто называться. Этот параметр. У нас все-таки будет чуть-чуть иначе. MaxTextureSize. Так. И property данное задается у нас как цифра. Поэтому можно сделать MakeLiteralTedger. И например установим здесь 515. Так. И соответственно. Здесь также мы сделаем в конце Checkout. И Save. Так. И оно должно у нас работать. Идем к нашему static mesh. Проходим его. У нас ScriptDetection GeneratedWords. Переходим к текстуре. У нас есть какая-то текстурка. Да. Я сейчас напомню. MaximumTextureSize стоит 0. Кликаем правой кнопкой мышки. AssetAction. ScriptDetection. SetMaxSize. У нас смигнул экранчик. И мы видим, что у нас выставлено здесь уже 512. Что это делает? То есть изначально у нас текстура 2000 пикселей. Устанавливаем максимальный размер. У нас движок будет ее ограничивать в 512. То есть опять же мы сильно будем выигрывать по производительности. При этом нам не нужно выгружать данную текстуру в какой-то редактор. Править ее в редакторе. То есть у нас хороший исходник есть сразу в Unreal. Но в игре мы используем максимальный ее размер 512. Соответственно. Параметр 0 означает использовать размер по умолчанию. То есть можно видеть опять же. Ресурс Size. То есть так она у нас весит 5 мегабайт. Если же мы ее ограничиваем в 512. То она у нас весит всего 340 килобайт. То есть мы экономим как видеопамять. Соответственно. И это опять же положительно сказывается на производительность. Ну и для чего все это нам нужно. То есть мы выставляем фильтр. Например на текстуры. У меня есть папочка example content. Выставляю фильтр текстуры. То есть без текстуры у меня были бы папки текстуры. Беру текстуры этой ракеты. И все их спокойненько устанавливаю Max Size на 512. Быстро и легко. Если же мы посмотрим в нормальном режиме лид. То подобные изменения довольно сложно заметить. То есть это опять же к вопросу. Когда стоит использовать 2К текстуры. Когда не стоит. И чтобы было еще интереснее. Мы соответственно вернемся к нашей helper текстур. Был реалистичней. То есть вот так у нас выглядело. Берем и подключаем к входу нашу функцию. Соответственно ей можно дать более понятное название. Например. Max X Curve Lies Compile. И что нам это даст. Если мы выведем параметр сюда. Сначала. То выделив наши текстуры какое-то количество. Ключок правой кнопкой мышки. Script Detection. И выбираем уже размер нашей текстуры. Сколько хотим вписать. Например 1024. Enter. Окей. Откроем текстуру. Видим максимальный размер 1024. Script Detection. Пишем сюда 15. И можно опять же обратить внимание. Что вот у нас на сцене текстура нашей ракеты. Немножечко шакалится. Но это не так хорошо видно. Давайте попробуем включение еще меньше. 8. Такой выбор. Вот уже заметно как она зашакалилась. Но с большого расстояния она по-прежнему неплохо видится. То есть если у нас объект используется где-то для фона. Мы можем этот размер текстуры очень сильно урезать. В данном случае занимать всего 21 килобайт памяти. Так вернемся поближе. Посмотрим сколько нашей ракете будет неплохо. Так давайте 0. Максимальное качество. Да вот у нас видно каждую потертость. Такие красивые. Но это если игрок будет иметь возможность так близко подойти к нашему объекту. Криптэкшн. 24 пускай будет в 2 раза порежем. Потертости опять же остаются заметны. Их видно. Но уже в 2 раза экономия. Криптэкшн. 112. Уже немножечко плоховато. Но уже будем решать в зависимости от проекта. От наших нужд. Также еще что стоит проговорить. Мы можем этот параметр задать по умолчанию. То есть сейчас настоит 0. Поставим сюда 512. Напишем. Компилируем. Для того чтобы. Выделив. Компилируем. У нас сразу же. Вставлялось. Значение по умолчанию. То есть самое популярное. Например для нашего проекта. Текущего. Один раз подправили. И дальше уже попроще будет. Перед тем как вносить какие-то изменения в ассет. Мы можем пометить этот ассет. Он будет изменен. То есть. PA. Copy. Under Buffer. Соответственно. Что нам это дает? Это дает нам возможность отменить наше действие. То есть. CTRL Z. Чтобы мог работать. Наши функции. Попробуем подключим. Есть нюанс. Что не все действия можно легко отменить. Иногда они приводят просто к крашу Unreal. Это уже можно самолично пощупать. Где это уместно. Где нет. То есть короткий вариант. Create. Copy for Under Buffer. Посмотрим. Текущая текстура у нас сейчас имеет 512. Размер. Выделяем. Crypt Detection. Set Max Size. 1024. 3. То есть. Текстура мы изменили размер на 1024 мм. И попробуем нажать CTRL Z. Произошел. У нас это отмена. Возвращаемся. Видим 512. То есть. В данном случае прекрасно работает. Клодами. Насколько я помню. Крашится. Но вот можно использовать. Чтобы у нас была возможность откатить наше действие. Это короткий вариант. Есть более длинный вариант. Они работают немножко по-разному. Сейчас посмотрим на него. Длинный вариант. Что нам потребуется. Перед началом всех наших действий. Мы соответственно вызываем команду. Begin. Transaction. То есть. То, что мы сейчас начинаем какое-то действие. Соответственно. У него может быть какое-то описание. Например. Можно описать какой-то контекст дополнительный. Далее. Соответственно. Мы помечаем объект. Который мы изменили. Вместо create.copy. Мы делаем. Transact object. И когда мы закончили. Нашу работу. То есть. Мы можем сразу сделать. Какой-то. Несколько каких-то операций. Да. Соответственно. И что. Потом их все массово отменить. В конце. Когда мы закончились. Прошли. Делаем. End. Transaction. То есть. Закончить. Нашу операцию. То есть. Мы помечаем. Где у нас операция началась. Какие объекты мы изменяли. И когда у нас операция закончилась. Попробуем. По умолчанию. У нас сейчас стоит 512. Выделяем текстуры. И делаем. Clip Detection. Set Max Size. 1024. Enter. ОК. Смотрим на текстуру. 1024. Нажимаем. Нажимаем Ctrl Z. И видим. Что у нас произошло отмена операции. Поверяем. 512. То есть. Работает аналогичным образом. Немножко более массивная. Но работает чуть иначе. Опять же. Точно так же способно приводить к падению Unreal. Если использовать ее где-то не там. Мы можем также немножко расширить. Нашу операцию. Включим эти лишние. Вернем короткий вариант. Что я имею ввиду под расширить. Соответственно. Зачем нам устанавливать максимальный размер текстуры. Если наша текстура в принципе меньше чем заданный размер. Каким образом мы можем это сделать. Добавив сюда какие-то проверки. То есть. Например. Тут тоже есть еще нюанс. Интересный. У нас внутри. В рамках функции. Мы сейчас находимся в функции. То что мы получаем на входе. Является локальной переменной. И мы можем ее в принципе использовать. Без Promote to Local Vrable. То есть. У нас уже по умолчанию. Она является локальной. Поэтому мы можем здесь сделать. Max Textur Size. Вот она. Это Max Textur Size. Пить вот. Просто чтобы не тянуть макаронину через все поле. Что же мы хотели. Мы хотели из текстуры. Взять. Maximum Textur Size. Как можно видеть. Она у нас помечена. Как только для редактора. Но мы и пишем с вами инструментарий для редактора. Соответственно. Если у нас размер текстуры превышает. Текущий размер превышает у нас заданный размер. Только в таком случае. Нажимаем кнопку B. Английскую. Кликаем левой кнопкой мышки. Чтобы создать бранч. Либо его можно найти. Бранч. Добавим бранч в нашу логику. И то есть теперь у нас будет применяться SetMax Textur Size. Только если текущий размер текстуры. Соответственно. Больше заданного. То есть можно сравнить с любым числом. Больше, например, 206. Больше 2048. То есть нет смысла, например, нам делать текстур size меньше. Если у нас и так текстура маленькая. То есть любую проверку сюда можем добавить. Или если она у нас равна, соответственно, 0. Or. Pullian. Включим. И можно добавить еще какое-то условие. Например. То есть если у нас у данной текстуры выключен Mip Map Setting. То мы, соответственно, и не генерируем. Добавляем. End. Pullian. Включаем. То есть у нас будет, возможно, доступна генерация текстуры. Уменьшение размера текстуры. Только в том случае, если наша текстура больше, чем 256 на 256, да. Параметр у нее. Или если он равен нулю. Но при этом, чтобы у него обязательно был включен Mip Map. Mip Map у нас будет выключен в том случае, если текстура находится не в степени двойки. То есть вот у нас квадратик. Который должен быть в степени двойки. То есть 128, 256, 512, 24 и так далее. То есть если в степени двойки, то Unreal Engine легко ее сам, соответственно, подсожмет. Если же у нее она не в степени двойки, этот размер нарушен. То у Unreal не получится полноценно использовать эту опцию, да. MaxTextureSize. И создадим теперь еще одну утилиту, которая у нас будет работать с акторами именно на сцене. То есть снова Editor Utility Blueprint. Но в данном случае мы уже выберем Actor Action Utility. То есть именно с актором будет работать на сцене. Blueprint Utility, мы там использовали черту, здесь без черта, без черта, без черта. В чем же она будет у нас отличаться? То есть она работает непосредственно с актерами на сцене. Мы точно так же здесь можем через Override подвязать ее к конкретному классу, да. GetSupported Class. Снова смотрим. И здесь можем выбрать любой Blueprint. То есть Blueprint, например, Light Studio. То есть наш актор Action Utility будет работать только с BP Light. В данном случае нас устраивает любой тип. Нам нужен именно актор, неважно какого. А здесь попробуем что-то совсем простенькое. Например, чтобы он у нас переименовывал. Создадим функцию. Function. Как можно заметить, раньше мы использовали GetSelectedAsset. В данном случае мы будем использовать GetSelectedActor. То есть по смыслу похоже, но уже выделены акторы. Так же нам понадобится ForPitch. А ноду мы будем использовать очень простую. SetActorLabel. SetActorLabel. Так, и вот это вот имя, NewActorLabel, мы вытащим опять же сюда. NewActorName. То есть выбираю какой-то объект на сцене. Вот он он. ExampleMesh. Клик правой кнопкой мышки. TripDetection.Rename. И он попросит у нас ввести новое имя. А, например, TestActorLabel. Окей. И мы видим, что у нас actor переименовался. То есть вот он, его новое имя Test. Чего это может быть нужно? Размещая что-то на сцене в большом количестве, у нас могут попутаться имена. И выделив несколько сразу факторов, мы к ним можем применить ScriptedAction. Например, Q. Соответственно, я сейчас выделил несколько, и при попытке переименовать они у меня получат одинаковое имя. Что не есть хорошо. Поэтому немножко подправим нашу функцию. И вот здесь вот, где у нас имя. Сделаем append. Трэ. А черту. Еще разочек посмотрим. Script.Rename. Окей. И вот они, наши секторы. Зачем это может быть нужно? Еще чуть позже, в другом варианте, уже рассмотрим. Есть еще у нас прекрасная возможность. Мы сейчас смотрели на Editor Utility. Можно еще делать Editor Utility Widget. Это прям вообще пушка. Widget Utility, я не знаю, пускай будет. Так, и назовем его, опять же, как-нибудь по простенькому, Renamer. Что такое Editor Utility Widget? То есть у него на правую кнопку мышки есть такое окошечко, как Run. Мы его запускаем, и у нас появляется отдельное окно. Но если же кликнуть два раза, то мы попадаем в обычный редактор, где можем что-то делать. Какую-то кнопку, например, да. На кнопочку добавим текст. И добавим еще текстбокс. Так, и зачем стоит следить вообще активно? То есть у нас, соответственно, этот виджет, он очень сильно должен быть резиновым. То есть у него должна быть резиновая верстка, чтобы было удобно. У нас независимо от окошка, от размеров окошка, кнопка была красиво расположена. Поэтому что мы можем делать? Мы можем все это дело обернуть в Vertical Box. Туда же подставим. И наш Vertical Box по центру. Отцентрируем. Это нам потребуется. High to Content. И Alignment выставим на 0.5. То есть теперь наша кнопочка и наше окошко для ввода текста всегда будут. Текст на кнопке пускай будет. Rename. Добавим немного подставки. Подступ на 10. И можно сделать какую-то подсказочку. Пиши имя. Вот так выглядит наш виджет. И уже независимо от его размера. У нас кнопка всегда будет по центру. Красиво расположена. Дальше что мы делаем? Находим нашу кнопку, во-первых. И надо дать нормальное имя. Button Rename. Чтобы не запутаться. Не тот язык. Rename. Почему кнопочки? OnClickIt. Событие. And. И дальше. По нажатию этой кнопки. Мы будем делать точно так же. Get Selected Actors. Скопируем просто, наверное, да? Вот эту кнопку. Скопируем. Ставить. Что? Само имя. Нам надо брать из текстового поля. Вот у нас здесь текст. Get. Перетаскиваем его. Get. Text. Мы получаем какой-то текст. И его подключаем к наш Append. Текст тоже стоит как-то назвать по-нормальному. Да, это будет. Текст. Как он у нас будет работать? Мы выделяем на сцене несколько векторов. Какое-то имя. New. Name. И нажимаем Rename. Вот они у нас сменилось имя. То есть, соответственно, таким образом мы можем делать какой-то набор инструментов для нашего геймдизайнера. То есть, мы сделали этот виджет. Запускаем его Run. И уже геймдизайнер может здесь баловаться. То есть, функционал на самом деле огромный. Мы можем работать как с координатами, с именем, с чем угодно. И завершая нашу историю с оптимизацией, что еще можно добавить? Соответственно, идем в My Games. У нас будет папочка. To print. To print. Внутри нее мы создадим Core. Так, папочку. Core. И внутри нее уже, наконец-то, создадим полезнейший blueprint. Его надо искать в All Classes, который будет называться Game Instance. Game Instance. У нас BP. Давайте. BP. My Game Instance. Что такое Game Instance? Это blueprint, который запускается у нас раньше всей игры. То есть, он стартует одним из самых первых. Его обязательно надо выставить в настройках. Project Setting. Maps. Modus. Здесь мы выбираем наши карты. Наш Game Mod основной. И вот здесь мы выбираем Game Instance. Вот он. BP Game Instance. Так как он стартует с самым первым, в нем отлично вписываются такие вещи, как, например, загрузка настроек. И сейв файла. Вот. Но мы сюда идем немножко за другим сейчас. Здесь вместо Begin Player у нас пользуются события Init. Event Init. И на это событие можно добавить вот такую простенькую выкипку. Я ее просто сейчас копирую. Чтобы сэкономить время. Вишни. Remove. То есть, мы делаем Sequence. Ставим. После этого берем Game User Setting. Включаем V-Sync. То есть, синхронизацию монитора. То есть, большинство мониторов у нас работает в 60 кадров. Дальше мы ограничим частоту кадров. И, соответственно, вот это вот включение вертикальной синхронизации уберет разрыв между кадрами. То есть, они будут более плавными. На мониторах с 60 Гц. Это вот для мониторов 60 Гц. Для чего это нужно? Чтобы наша видюха не молотила на полную катушку. То есть, по умолчанию, наша видеокарта пытается работать. Наш Unreal Engine проект, наша игра на Unreal. Или пытается работать в 120 кадров. 120 кадров. Соответственно, используя эту команду. Вот эту. Мы ограничиваем количество кадров. И включаем вертикальную синхронизацию. Применяем наши новые настройки. И сохраняем наш файл с настройками. После этого идет у нас запуск консольной команды. Здесь надо указать какое-то значение. 60, например. Мы ограничим количество кадров в 60. Сейчас это не работает. Но если мы нажмем Play. У нас стартанет наш Game Instance. И вот у нас ограничение 60 кадров. Что забавно. Даже выйдя потом из игры. У нас это значение сохраняется. То есть, мы продолжим уже работать в Unreal. 50 кадров. Здесь же стоит добавить маленький такой нюанс. Можно еще сделать, да? Сразу же. Садим свой Custom Event. Который будет называться Pench Mark. Mark. И в нем мы будем делать... Set и Setting. И у него нас интересует еще такая команда, как Run. Hardware Benchmark. Видите? Benchmark. И, естественно, это просто запускает тестирование производительности. Но нам эти настройки еще надо применить. Стягиваем снова и делаем App Apply Hardware Benchmark Result. То есть, что это такое? Это самый простой способ в каком-то маленьком проекте, когда мы участвуем в джеме, например, быстренько подоптимизировать наш проект под железо жюри, железо игрока. Ну и важно не забыть нашу Benchmark, добавить Sequence. Bench. То есть, таким образом, в зависимости уже от мощности компьютера, на котором запущена наша игра, будут применяться дополнительные настройки производительности. Качество текстур, качество самой картинки и так далее. Здесь можно выставить, насколько жестко тест устраивать. Тест важно понимать, устраивать немножко, добавляет нам лагов при запуске. То есть, если я нажимаю Play, вот есть микро-лаг, перед тем, как у нас стартанет игра. Вот поэтому, в идеале, конечно, здесь надо обвешать его, чтобы он запускался только один раз. То есть, какая-то булевая. Чтобы запускался этот тест только один раз. Но, если мы говорим про маленькую игру, типа для джема, то, соответственно, ее у нас вряд ли запустят больше одного раза. И бояться здесь, чтобы нечего, этот микро-фриз, он поможет нам сэкономить производительность на компьютерах игроков. Основная часть на этом все. Дальше мы сейчас посмотрим варианты. Какие еще инструменты у нас могут быть. Уже не так детально, просто в общих чертах пробежимся по инструментам. Они между собой могут пересекаться, взаимозаменяться, и уже под себя можно дать какой-то инструментарий для левел-дизайна, либо для работы с ассетами. Так, одним из логичных улучшений, соответственно, будет вот такой у нас виджет эдитер утилити. То есть, соответственно, можно настроить лоды. Работает именно с выделением в самом контент-браузере. Кракета, да, кракету. Выбираем в контент-браузере, настраиваем, насколько у нас будет. То есть, естественно, первый лод подрастает с максимального качества, нулевой точнее, поэтому настраиваем первый. Size, Person Size. И генерируем. В зависимости от количества выделенных объектов. А точно так же лоды работают, существуют для Skeletal Mesh. Настроек поменьше. Например, просто выделяем, сколько хотим генерировать. 2, 3, 5, 10. Генерируем Skeletal Mesh. Ну, естественно, для этого надо выделить Skeletal Mesh. Ну и Max Texturesize, то есть, выделяем текстурки какие-то. У нас текстуры от ракеты были, да. Выделяем текстуры от ракеты, указываем Max Texturesize и устанавливаем его. То есть, такой вот простенький виджет, который помогает, соответственно, быстренько навести оптимизацию и подвести в проект. В нем, по сути, ничего суперсложного. Это как раз рассмотренные раньше варианты, но собраны в виде. То есть, есть окошко для ввода текста, есть какие-то кнопки и есть несколько. Со Skeletal Mesh работа у нас встречается. Так звучит команда, потребная нам, да, Вот. Так, чтобы нам было удобнее искать эти команды, воспринимать, да, эдитор утилити команды. У нас есть возможность Windows, включить палетку и здесь уже выбрать категорию, чтобы, соответственно, ее сразу увидеть. Рисует эдитор скриптинг, вектор эдитинг, вот, не команды есть, и команды применены к ассетам. Можно здесь по описанию поискать что-то необходимое, ну, и куча других команд. Так, по поводу static Mesh, здесь то же самое. Единственное, что мы собираем, естественно, текстовых полей. Я не стал специально выводить единичку, потому что она почти всегда у нас и текстур max size, все то же самое, да, то есть, единственное с проверкой, у нас текстура изначально имеет больше 256. Проверку можно убрать. И она у нас равна нулю. Или равна нулю. Так, есть дабах сообщения. Если мы попытаемся сгенерировать max size, у нас ничего не получится. Для виджета, естественно. И в developers tools output log. мы здесь увидим, что виджет и текстура. Еще такой инструмент, capture utility, да, у нас обычный blueprint. что в нем интересного, соответственно, установлено static mesh какой-то, который мы будем подменять, да, по умолчанию. Плей. Есть scene capture component, у которого мы указываем, уру, render target, который будем записывать. Есть какие-то настройки определенные, и есть светильник, регулируя свет этого светильника, да, насколько близко он будет. Относительно с камеры выставлен, мы можем влиять на нашу модельку. В construction script я просто устанавливаю, render it только static mesh, выбранный, и у нас здесь есть такая функция, как capture. То есть мы пробегаемся по массиву static mesh, устанавливаем их в наш static mesh, здесь немножко перемещаем камеру относительно клаун-компонента нашего static mesh, делаем захват изображения и создаем текстуру, определенными параметрами. У нас текстура для виджета. То есть выкидываем этот blueprint на сцену, вот он стоит у меня уже, да, в нем есть массив, который мы заполняем нужными static mesh'ами и нажимаем capture. То есть там, где у нас лежит наш render target, render target создается через material текстуру, render target. То есть там, где у нас будет лежать наша основная текстурка, появится еще набор отрендеренных текстур этого blueprint. Эта текстурка используется у нас в простеньком материале, где мы параметр, альфу, делаем инверт ее и настройки материала, user interface, маски. Так, зачем все это нужно? Ради вот этого нашего бирити. Если мы в него посмотрим, зайдем, что он делает у нас? Он пробегается по выбранным ассетам, убеждается, что это текстура 2D. Берем asset tools для того, чтобы использовать создание ассетов. То есть даем ассеты непосредственно в рантайме. Даем ассет material instance constant. Кастимся, что это material instance constant. Устанавливаем ему наш родитель. Это наш как раз материал. Вот этот вот. И меняем параметр текстур. То есть текстура здесь задана как параметр, и мы ее меняем. Соответственно, есть у нас вот ряд этих отрендеренных текстур. Кликаем правой кнопкой мышки. Cryptoction. Make material instance. И получаем материалы для виджета. Например, вот у нас есть тестовый какой-то виджет. Попробуем в него перетащить наши материалы. И мы получаем вот такой набор различных изображений, фонок для, соответственно, использования их в виджете. Быстро и просто. Можно здесь играться с параметрами у Capture Component. Можно поиграться с параметрами у лампы. Но общая идея в том, что рендерится только статик материал. В текстуру. Render target. То есть вот этот Render target наш, он указан как раз в Vyqx. Следующий интересный инструмент. Это у нас Spawner. Что-то лишнее. Он отличается. Он у нас не является депринтом обычным. Это у нас на Blueprint наследник Editor Utility. То есть как бы Blueprint, но наследуем мы его от Editor Utility. И здесь мы в поиске пишем Editor Utility Ector. Это нам поможет нашим Blueprint, чтобы он не мешался в итоговый сбор. Код здесь довольно простой. То есть мы спавним какое-то количество мешей и записываем их, соответственно, в массив. От количества векторов. Вектор и устанавливаем им статик меш из массива. В инфляции физики. То есть Spawner можно использовать по-разному. Он тут у нас работает в связке с другим прикольным инструментом. Сейчас мы посмотрим не очень позже. Размещаем Spawner на сцене. У него есть массив для статик мешей. Добавляем сюда какое-то количество объектов. И спауним. У нас в облаке вот так вот появляется по кругу. Спаунится какое-то количество мусора. Можно побольше наспаунить. Была понятная идея, да? Можно его выделить, соответственно. Сразу. Для того, чтобы взять и, например, переименовать. То есть есть вот такой Утилити опять же. Мы вписываем какой-то префикс. Имя и суть. В данном случае меня интересует только имя. Возваться это у нас будет Thresh. Нумерацию он подставит сам. И, соответственно, две кнопки. Либо мы переименовываем акторов на сцене, либо переименовываем ассеты в контент-браузере. Перименовали акторов. Вот у нас 20 позаспаунил. Такой простенький инструмент. И он буквально создан, чтобы работать вторым инструментом, который, опять же, можно больше приписать к инструментам оптимизации. Когда у нас какое-то количество большое акторов на сцене. Соответственно, у них у каждого свой mesh. И это немножко сильнее грузит систему, чем если бы мы использовали бы instance mesh. Куда у нас используется одна моделька. И у ее копии. Скажем так. Из интересного. Сейчас еще посмотрим на что. Они сейчас у нас включены из симуляции физики. Нажимаем simulate. И они все упали вниз. Соответственно, есть такая у нас операция, как keep simulation changes. То есть сохранить результаты симуляции. Для выделенных акторов. То есть то, что было выделено, для них он и сохраняет. Смое стопа и вижу, что вот они у меня красиво все по полу разброс. Горячая клавиша K. Так, инструмент instancer. Как он работает? Соответственно, это у нас обычный footprint vector, который в себе содержит instancer static mesh. То есть вместо выделенных на сцене static mesh векторов у нас создадутся instant mesh. Но что важно понимать, сейчас у нас 20 векторов трэша. И есть вот такой editor utility, который у нас что делает? Здесь много логики, ее будет долго объяснять. Вкратце, он соответственно выделенный actor на сцене сортирует по принципу, чтобы каждый mesh попадался только один раз. Но location его дублировался при необходимости. Опять же, тут довольно сложно по сортировочке. После этого мы спауним какое-то количество векторов и устанавливаем им location, собственные структуры. Location, материалы, ну transform даже целиком. Удаляем выделенные и выделяем свежезаспауненные. Структура, собственно, представляет вот такую схемку. Static mesh, material, transform, массивы. Потому что материалов у нас несколько. И трансформов, соответственно, несколько, если у нас static mesh несколько раз лежит на сцене. Так вот, выделяем какое-то количество нашего мусора на сцене. Правая кнопка мышки, scripted action, make instance. И вместо 20 векторов мы получаем 4. Почему? Потому что на самом деле у нас здесь только 4 уникальных меша. Остальные дублируются. Вот она. В итоге они объединились в 1 вектор. Эти объединились в 1 вектор. Так и далее. Тоже такой инструмент призванный. Быстренько нагенерить какого-то мусора на сцене красиво. Потом по физике его засимулировать. И потом, соответственно, его, так сказать, запечь. И еще один небольшой инструмент. То есть, собственно говоря, здесь у нас такой level assistant. Такой вот виджет, который позволяет перемещать выбранных на сцене векторов. То есть, себя представляет. То есть, это просто кнопочки, текстовое поле, галочки, checkboxы. И по смыслу, то есть, у нас picking transaction, выбранные ассеты, trace fall. Ну, это мы смотрим, как поставить на пол. Остальное все сделано по аналогии. Если trace во что-то попал, проверяем, есть ли у нас галочка для использования ротейшена. Поворачиваем наш вектор. Если у нас галочка sweep, перемещаем вектор location. Ну, сектор action у нас, чтобы принять выделение и поставить заново. У нас обновился и вот настроение. Ну, и как мы все закончим, делаем end action. Чего? Судно выделили какое-то количество объектов на сцене. Надо их поставить на пол, без галочки. Без галочки rotation. На пол. Поза это поднимите. Пакет вот, он, словно, падает. С галочкой. Как только коснется какой-либо частью, он на этом остановит. Можно, соответственно, пошагово, то есть на 100 поднять, на 100 опустить, на 100 по x, по y. Как раз интереснее как раз галочки sweep. Например, по y получается. По y. Вот они уперлись, потому что sweep не дает им этот контур. Этот контур. Если без галочки sweep, то они у нас спокойно поедут дальше. Еще это может быть удобно, когда надо просто какую-то массу векторов сместить на четко заданный параметр. На 5, на 10. Поставить на пол. У нас есть кнопочка end. Горячая клавиша, по сути. Это просто как пример того, что можно сделать. Пользуем rotation. Нажимаем на пол. Вот они провалились, потому что у них есть пивоты, и они именно своими пивотами разместились в координаты пола. Смена. Галочка sweep. На пол. Rotation нам взял и повернул. Ну и аналогично можно, собственно говоря, вверх сделать, поставить на потолок. Или, например, в сторону. Поехать. Поедем ку. Поставились. Ну и можно на 100, на 1000 можно. Здесь они по листам и все. О, нет. Поэтому она не хочет включаться. По игре. По игре. Так, и на закуску совсем простенькие или ты забыл проговорить про сцену verify, то есть, что он делает. Соответственно, мы берем все экторы на сцене. Абсолютно все. и, соответственно, static mesh и проверяем, чтобы у них не было пустого static mesh и размер не был нулевым. То есть, если какой-то причине у вас на сцене есть нулевой размер у экторов, то нам выведется сообщение и если у нас вообще отсутствует static mesh. То есть, тут дело в чем, это просто проверялка, здесь можно расширить логику, если static mesh нету, кто-то с ним делать, например, дестроить, зачем он нам стоит. Либо зная имя, мы можем уже установить туда static mesh, и если размер у чего-то стал нулевым у какого-то static mesh вектора, то, опять же, мы, соответственно, можем это автоматически отправить, например, делая его в 10 раз больше или делая его размер в десятку, чтобы мы его могли распределить, что это такое большое, на сцене сразу появится. Совсем простенький. Дальше просто набор утилиток для работы с материалами, чтобы не лазить в материал, чтобы массово применять к материалам какие-то настройки, кучка функций, которые меняют буквально какой-то один параметр. То есть, например, поменять родителя по материалу. для static mesh сгенерировать коллизию, то есть, если коллизии нету, мы можем выбрать несколько static mesh и сгенерировать им какую-то коллизию. Как работает ракета. У ракеты есть, соответственно, коллизия. У ракеты нет коллизий, Ну и отлично. Еще лучше. Допустим, у этой ракеты нет коллизий. Сейчас мы ее выделяем. Макаем скриптэншн, экшн, коллижн, креет. И у ракеты генерируется какая-то коллизия на основе выбранного ндоп-26. Можно менять, можно вывести параметр, опять же. Оп. Образом. Раз. Trade. Коллизию. И выбираем, какого типа коллизию. Так. Ну и чтобы очень интереснее выглядело, добавимся к каньону. Он получше справляется с сложными объектами. Ну, таким вот образом у нас здесь ряд объектов, то мы можем брать не пойму, почему у меня дебаг, то выводится, то нет. PrintString, в целом, он должен работать всегда, но если что, опять же, напомним, output log. Здесь вот у нас все это. ошибки были, вот у нас генерирована коллизия и так далее. Дальше. А вот у нас просто стилити для настройки текстур, то есть настроить текстуру для виджетов, вставляем фильтр на текстуры, выбираем какую-то кучу текстур и уже с ними работаем. Настройки для снимать и качества, здесь выключить с RGB, FX Back and White, FX Normal Map, FX Green Channel, этот вот сюда не попал случайно, и так далее. Просто набор различных функций, которые отличаются вот так вот боком, да, как какие-то опции меняют в рамках текстуры. Здесь вообще одна булевая меняется, здесь будет RGB булевая. Опять же, то есть можно вот так брать, вытягивать, да, и уже это будет не десейбл с RGB, а RGB статус тет и тет статус. Например, берем этот экшен тетас ртб статус. Вот включить либо универсальность просто добавляется. так, какие-то есть мипмапы, то есть опять же настроить качество пневматик, и юзер есть. Дальше фильтр у нас остается заменитель материала. это у нас утилити для сцены. Выбираем какой-то объект на сцене, например, и можем у него поменять материал. То есть был какой-то один материал. если этот материал есть на этом объекте, заменить его на другом. Естественно, для одиночного это не так удобно, мы просто можем открыть здесь, но если мы говорим о каком-то большом количестве этих статик меш векторов, то у нас здесь немножечко неудобно все сделано в анриле, и поэтому мы можем использовать Crypt Detection электроматериал. Если на этих мешах где-то есть указанный материал, мы меняем его на другой. При этом не важно в каком слоте он будет показан. В первом слоте, во втором слоте. Эти немного доработанные примеры можно будет скачать по ссылке в описании. На этом все. Всем пока. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok